Тема моего дизайна – дизайна «Сказки по телефону». Для работы на этой теме я выбрала несколько раз за Джанни Радари из цикла «Сказки по телефону». В моем издании вы увидите два рассказа – «На каже гостей» и «Знаменитый дождь Павлина». Мой выход по моему этих произведения – так, что многие думают, что помимо Чаполина Джанни Радари больше ничего не писал. И лишь некоторые читали в детстве, где Джанни Радари устранил журцов. О таком цикле рассказов, как сказки по телефону, знают только единицы. Я думаю, это связано с тем, что на российском рынке другие произведения издавались довольно нечасто. А то, что мы можем наблюдать на прилавке довольно однообразно и, по мнению, выглядит не в самом лучшем образе. И это не только мое мнение, но и мнение других людей, которые можно найти в комментариях под данными издателями на различных сайтах книжных онлайн-магазинов. И, конечно, я выбрала представление о Джанни Радари из-за необычных и немного революционных ситуаций, которые происходят по рассказам. Это дало большое поле для творчества. Для издания выбрал довольно большой формат. 340 на 325 миллиметров. Рассказы довольно короткие, тексту немного. Это позволило оставить больше краснасу для иллюстрации. Для самого текста будут использованы шрифты Палтика-Си, названные 16-другими гегами. Для заголовков я использовала собственный рисованный шрифт, демоктирующий вырезанные бумаги в буквы с сочетанием с когнитурой надворства. Для команды цифр я также использовала свой рисованный шрифт. Теперь расскажу вам о создании революционных ситуаций. Рассказы Джанни Радари представились мне как театральные представления, а для представления нужны эти каракции. Поэтому я построила маленький городок. И те же были, что наши рассказы действительно происходят необычные ситуации. То есть я назвал этот городок Джанни Радари. Так как города описаны в книге расположенной зале, в зале, где преобладает ландшафт с перевозами сзор, необходимо было построить каркас, имитирующий подобный ландшафт. На строительство я использовала как форм, цеплянную бумагу, а также плазмассовые трубочки, сушепалочки в качестве обалки. Вот на этом плане вы можете увидеть метапы строительства, которые проходят гости за славу города, каркас и затяжки привалых каркасов на бумагу. Затем я... Затем были склеены самые объектные конструктуры, такие как швы, дома, вольни, рестораны, подвески, магазины, часовни. А некоторые из них вы можете наблюдать. Здесь представленные дали писание три вида города. Помимо трубких объятий снимают и доступны наиболее мелкие объекты, как, например, некоторые предметы вытащего муфы или полотенец, или, в данном случае, альфомы девочек, которые задействованы в пролозе. На этом случае можно увидеть двух метафонов труб, которые используются для создания обложки. И на следующем слайде вы можете видеть работу на разных этапах от фотографии до уже законченной иллюстрации. Последнее. Спасибо. Остальные иллюстрации можете? Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Я заметила, что все расскажут о Минодаре. Вообще, сначала планируют, что я спорю иллюстрирую, а вместе все прессуют в каком-то городе. Я решила, почему бы не сделать такой один город, где все это вместе будет происходить. Я захотелась построить. Да, хотелось. Здесь все же со спектрами, вы хотите делать город дальше. Но я еще, я не думаю, отец стоит, открывает балкон, но он стоит. Полноциклоса, соответственно. Да, вы прессируете дальше. Остальные рассказы припишите. Не было идеи, анимирую всю эту историю. Плакать, парочку я анимирую, там просто по морю. Да, для сложного у нас нас встречается. Спешарные техники для создания классического языка бумажной моделировки, которые являются одним из последних мнений ввода на реалитрации и компьютерной графики. Довольно получить нечто совсем неизвестное и необычное. Самое главное удалось создать изображения, гармонично сочетающиеся с текстом. Редакторативная часть уставляет зодуматься о том, сколько усилий труда было вложено на ее сознание. Известанин равнодушному персонажу, все населения городка, что он словил Аксении, выполнил гуманалистичный ключ, пропитанный добротой и без сомнения сможет расположить и заставить иммунизировать себе любого. Также стоит обратить в ее взорвы на и кто сколько внимания из-за этого мелоча. Благодаря большим информациям представляется возможность учащенно рассмотреть. Внимательный зритель может заметить большое количество моих историй, которые художник просидал там. Здесь часто люди додумываются и сочиняют свои истории на основе увиденного. И здание послужит хорошим тренажером для фантазии. Объектная иллюстрация стала таким согласным френдом этого года, поскольку и сегодня мы были видны, в целом, в целом, от выполненных тех, кто предмет на иллюстрации предыдущие книги тоже были интересные работы вот именно в этой области сделаны, да, но мне кажется, что Ксюша, честно говоря, при том, что не умаляя абсолютно качество других работ, да, масштабностью, конечно, Ксюша превзошла, по-моему, всех. То есть, дело в том, что этот город, который она построила, занимается руководством. Да, но слава Богу, что у человека есть такая возможность, конечно, да, не всем, а первые четыре года. Четыре месяца человек строил вообще. Да. Четыре месяца. Четыре месяца человек строил город, видимо, своей мечты, такой детской, да. И вот, мне кажется, очень важно то, что человек, конечно, когда занимается детской книгой, да, детской иллюстрацией, он должен в себе сохранять вот это вот стремление к игре, искренность и такой вот незаудивненность, которая позволяет действительно этому отдаваться вот со всей страстью, забывая о том, что есть области, возможно, более там прибыльные какие-то, да, или о том, что, может быть, количество труда, да, оно, ну, где-то превышает вот те затраты, которые мы на то, да, отдаем где-то мы на них, превышает то, что увидит зритель, да. Почему? Потому что человек уже отдается этому процессу, так, ребенку, да. Но при этом, на самом деле, результат абсолютно сложно. По качеству, по профессионализму, да, окончательной книги это абсолютно сложно. Ксюша, вы сохраняйте это сочетание, да, детской самоотдачи, да, детской страстности вот этой вот в игре и, в втором слове, конечно, вот такого вот отношения петлического в результате, да, и для того, что книга, я надеюсь, что мир развития не стоит. Ну, что же очень, да.